Цвет неба положишь на весь формат, а уже в него будем вписывать все эти подробности. Значит, здесь у нас разбавитель, кисточку там не моем, не промакиваем, только берем жидкость для разжижения. Взяла жидкость, взяла белильца. Этот цвет, это голубизна и розовизна в разбиле. И ты видишь, очень похоже. Меру красочки я брал небольшую, не в самый центр макаем, а так деликатенько. Еще и лужицу создаем перед цветом, ну, чтобы белила справились потом с этим световым напором. Нам нужно светло. Полностью избавиться от белого. Короткий настойчивый штрих, штриховательно, распределительно. Количество вещества такое, что когда ты мастихином, вот этим инструментом захочешь, придавить будет, что придавить. Если нечего придавить, значит маловато. Хорошо? Давай так. Чуть розовинки. И вот эту розовенькость вдоль линии горизонта. Есть там она, да? Вот эту вот, тепленькость. Можно даже не этот цвет, не розовый, а красный, кадмий. Он дает вполне солнечное состояние белилам. Вот такое зачерпнешь. И немножечко выйдешь вдоль линии горизонтика. То ли туманность освещена, то ли облако. Может даже идею легкой облачности задать. По вот этот уровень, невысоко поднимаясь, достанешь это. Потом мастихинчиком всю эту историку придавишь. Придавишь. И у тебя будет идеальная укладка небочка. Небо среда мерцательная. Но будучи светлой, она всегда достаточно густой краской укладывается. Вот она. Ты согласна? Да. Ну просто идеально. Даже вот сбоку, если посмотреть на резьбу, то покажется, что просто чудо как хороша. Доуложишь, да. Потом возьмешь красноты. Ах, я тебе кисти уже перепачкаю, ладно. В общем, просто доуложишь. Доупакуешь мастихин. Возьмешь красноты, коричневости, которых здесь много. И напачкаешь ими. Потом возьмешь голубой, желтый, напачкаешь им. Вот такой соломой. Ты видишь, вся картинка как бы немножко соломой сделана. И это по-своему красивенький ход. Накидаешь основные цветовые вот этой соломой. Здесь коричневый, здесь немножко голубой-розовый. Темно. Но все пока соломой. Немножко намеки на дома. Пока намеки. Лучше делай заниженно, чем завышенно. Если небо съешь, поправить будет трудно. Если не дадашь, можно будет прибавить. Вот они. Все заниженно чуть-чуть. Накидаешь, накидаешь, накидаешь. А потом начнешь ужив. Уточниловку. Коричневый, розовый, голубой. Здесь у нас очень темно. Мало того, вода это вертикаль отражений. Вот смотри. Вот в этой соломе появилась другая фактура, которая сразу прозвучала, как вода. А когда на эту фактуру придут лежачечки вот эти, еще более станет ясно, что вода. Ты согласен? Да. Значит, солома лежачий холстук. Даже идея рисунка соломой. Все соломой. Потом уже идея рисунка будет укладываться густой краской. Густой краской и так далее. Давай. Так, ну вот это вот делаешь, чтобы сразу раз и вода. Тенистости будешь брать. Коричневый. Хорошо с рисунком. Единственное, чуть-чуть, чуть-чуть вот здесь он находится. Вот здесь. То есть они сплюснуты. Взяла, отштриховала. Причем косматый характер дает штрих, а это хорошо. Это как раз тот случай. Плоскость пошла внутрь, показала внутрь штрихом. Плоскость пошла по этой траектории, показала эту траекторию. Плоскость пошла так, показала так. Степени темности укладываем. И вот эту соломенность кладки по всей картине. Темно? Уложила. Уложила. Наштриховала. Наштриховала. Чуть светлее там. Наштриховала чуть светлее. Под крышей темновато. Под штриховала темновато. Уже, да, характер похожий. У самой даже укладки. И уже прикольно. Уже как-то лесисто так замшело. Допустим, тропиночка взяла какую-нибудь красноту разбеленную. Взяла, вставила сюда. Тропинка любит уползающую змейку. Идею уползающей змейки. Ты видишь, да? Сразу вкусненько. И вот такая вот лежачая. К тому же она лежачая. Поэтому все укладки лежачие. Травочки ты будешь укладывать в том числе вот таким образом. Вот таким. Поддевая против шерсти кистью. Вот такое. Посмотри, что творится. Сейчас мы в шесть сек твою картину сделаем. Посмотри. Это же трава? Трава. Вот такое. А ну-ка. К деревам пока не подходи. Потом и... Значит, стало упрощать. До вот таких чвяков. Как все нормальные дети. Стало упрощать. Вот. Так делают прапорщики. Обнаружив, что так получается множество. Но прапорщики, как образ без искусности. Стараемся быть искусными. А искусный моделирует. Ты согласна? Давай делать теперь, как искусный. Это с травой. Ну, с травой, я думаю, попонятнее. Вот эти штуковинки. Будешь брать вот эту розоватость. Грязноватую. И прямо полосявкой вот такой. Периодически вытираю, дополняю. Уложишь, уложишь, уложишь. Отнимешь. Добавишь. Прямо на раз, два, три. Вот они. Там же внятно светло. Положи вот светло. Здесь чуть вот так раздавлено. Вот как мы здесь облачко делаем, а также здесь сделать стеночку. Может быть настроение вниз дать. Да? Поскольку это все-таки стена. Окошечко. Ну, раз она не прочертилась, тогда поставим. А потом сделаешь чертев жичак. Ты видишь. Элементарно. Если надо, потом будешь там усиливать чуть-чуть. Темности. Все. Немножко перебеленный. Немножко не хватает розового. А так, Алеси. Розовый, коричневый будет такой разбил. Седоватенький. Слишком много желтого. Вот смотри. Розовенького. Чуть-чуть. Зеленый имеет антицвет. Это розовый. Поэтому вкупе с розовым это становится живописное звучание. Живописное звучание это противоположности. Тепло-холодности. Холодные, теплые цветики. И в данном случае в том числе они оба в данном случае будут теплыми, но они антицвета по своей затее. Поэтому розовости попонаподсадить. Хорошо? Темниночку где-то в них же. Много зеленого плюс коричневый розовый в меньшем разбили. Даст тебе какие-то тенистости. Тоже их подсунуть. Хорошо? Хотя красивые места может быть не все подряд на розовый. Но розовый должен прозвучать. Потому что не хватает противоположностей. деревца дальнего плана укладываем близко к той укладке которую мы делали. Но немножко другая формула моделирования. Меру краски я определил для кисти чтобы она не комьями краски укладывала. И вот она укладочка. Если что то возьмем даже пустую кисть и малую меру будем брать для того чтобы смоделировать что-то ты видишь я вращаю вращаю рукой чтобы смоделировать что-то деликателем к воде. потом вернешь эти крышицы если где-то заслонишь их ничего страшного не только круглим но и зигзаги устраиваем чтобы они не были слишком круглые в разных направлениях пляшущие протягиваю чуть-чуть чирком не только макаю но и протягиваю коричневый зеленому будет смуглость оно, да? оно, давай так и потихонечку наращиваешь вот смотри я здесь задал ритм а ты просто потюкала хотя тюкала хорошо чуть-чуть идейку ритма то есть некой направленности мазочка это всегда художественно звучит деревья не всегда ритмичны но в основном все-таки ритмичны поэтому хочешь художественно решить сделай с ритмом импрессионисты даже нарочито преувеличивали этот ритм и это всегда звучало согласна заритмованная вкуснее здесь у тебя не хватает на переднем плане разниц тоновых кашица однородная не знаю чем тебе не понравился более светлый зеленый просто насадить его рыжуники вот этой смотри чуть-чуть посветлить немножко оставляешь и темный то есть не пересветаешь теперь чередуя ты видишь некоторыми полосочками укладка то есть показывая рельеф местности вот понашвыряем здесь очень не хватает тона коричневенький розовенький чуть-чуть голубенького и расштриховать как водяно вот этот нарочитый штрих создал идею водяного если надо еще насадила темного еще раз расштрих оборот даже вдоль берега вот эта косматенькость краски которая она тоже как бы создает идею бережочка правда можно даже частично ее где-то пооставлять частично пооставлять тропиночка незаметно зигзаг недовыражен дозаметить и довыразить согласны вот он зигзаг все это спустилась к воде а потом еще и листики на воде по такой траектории лягут густов и будет полное ощущение вот этой лужи болотца правда почему они не лежат не лежат они должны остренько лежать остренько вот так согласна тогда это будет вода а так это все что угодно вот чего они откуда взялись такие нагловатости темный так и не доложила у тебя даже коричневого нету на полифре ты бы его взять не могла вот такое аж состояние ну есть там такое смуглое очень смуглое в том числе и штрих вначале ты помнишь мы использовали а теперь еще раздавленность для пущей глубокости вот такое и на это очень астроп ребром мастихина ну-ка покажи как будешь ребром мастихина астроп смотри вот прямо даже можно не отнимая поставила все зафиксировала рука и смотри какие резьбы ровные дает да ровнейшие резьбы можно одними резьбами было бы обойтись тоже стало бы водой да смотри водяно то есть не мельтешим а так спокойно ставим и вытягиваем краска по дороге чуть-чуть сбрасывается пока мы там и потом еще вот этих вот одиночек но очень горизонтально нарочито горизонтально ну и потом светлотиков сюда вот этим инструментом вот таких вот таких светлотиков если надо выдвинься сюда чтобы кисть не сподыхалась выставишь кустяки сейчас сюда свет должен прийти не дошел он у тебя сюда смотри там светлый что касается этих цветочков глубокости дадим на фоне глубокости есть там темность да потом возьмем выразительно то есть если здесь мы кистью это делали здесь мы для того чтобы видно было что это совсем другое растение взяли взяли густятинку краски у них такие сердечкообразные лопушистые листья да вот они теперь положим оранжеватые кругляшки а потом кисточкой деликатенько ставишь красноватые серединочки хорошо коричневатые красноватые кур если рисовать то не призраками а курями то есть надо изловчиться и сделать один мазок а не 15 вот что-то такое условно один конечно с одного трудновато но это должны быть крупные густые укладки то есть не копошня вот этого мелкого поняла вот такой мазочек прицелилась там какую-то формулу подсмотрела курица смотрит вниз курица смотрит вверх и под курами обязательно тенечки тогда они приземляться и мы даже увидим примерный рост их от земли потому что так непонятно что происходит а так видно что там даже ноги плюс там может быть красноватые ноги где-то может быть чуть-чуть клювики обозначить красненькие посмотреть то есть поняла с этим комковато то есть вот 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 Продолжение следует...